Привет! Драки, кражи, угоны, перестрелки, мясо, матюки, убийства и голые си... Это всё про GTA. Не самая добрая игра. Она построена на криминале, и главные герои всех её частей — преступники. Онлайн-персонаж пятой части не исключение. Он такой же преступник. А что если вам вдруг захотелось полностью завязать с тёмными делишками, и чтобы ваш персонаж стал нормальным, добропорядочным гражданином? Надоели вам эти перестрелки и взрывы? Хочется спокойной, доброй игры. Походить по полю понюхать ромашки. Мне лично стало интересно, насколько вообще эта игра подходит для того, чтобы быть ненормальным, законопослушным человеком. Возможно ли вообще это здесь? Многие без раздумий скажут, что, конечно, можно. Катайся по правилам, никого не убивай, ничего плохого не делай и всё. Можно вообще просто посадить персонажа дома перед телевизором, и пусть себе так сидит до бесконечности. Так он точно не сделает ничего плохого. Но это игра, и она предназначена для того, чтобы в неё играть, и чтобы было интересно. Сегодня мы максимально углубимся в эту тему, и узнаем, можно ли в GTA Online стать на 100%, ну, может, на 90%, хорошим человеком. Никто из нас не идеален, и превращать персонажа в ангела мы тоже не будем. Видео я разобью на три части. Итак, как вам стать хорошим? Ну, для начала перестаньте убивать людей. Это плохо. Адекватные люди так себя не ведут. Если случайно забрали на территорию бандитской разборки, валите как можно скорее. Любые драки и конфликты желательно тоже избегать. Жители этого города на первый взгляд нормальные люди. Но если их хоть немного разозлить, то они сделают всё для того, чтобы вас убить. Неважно, наступили вы кому-то на ногу, или случайно врезались кому-то в задний бампер на светофоре, они это просто так не оставят, и пойдут вас не просто бить, а убивать. Когда вы видите такую реакцию, у вас два путя. Либо убежать, либо пожаловаться копам. Да, иногда полицейские всё же полезные. Хоть они и тоже слишком радикальные. РПГшки, всякие гранаты, снайперки, винтовки. От этого всего лучше избавиться. Никто при себе столько оружия не носит. Это как минимум очень подозрительно. И тем более, раз уж мы решили встать на светлую сторону, нам это всё не нужно. Только мешать будет. Я себе оставил фонарик, нож и пистолет на всякий случай. Самооборону никто не отменял. Водить придётся по правилам. Если вы не знаете ПДД Калифорнии, то я их разбирал в этом видео. Но я лично не придерживаюсь правил очень строго. Игра никак не наказывает за нарушение ПДД. И поэтому я катаюсь просто осторожно, чтобы никому не мешать. На встречку не выезжаю. Скорость иногда могу немного превысить. Если на светофоре я стою первым и вижу, что никому не буду мешать, могу проехать на красный. Если стою вторым или третьим, то уже жду. Паркуюсь по правилам. Важно ещё сказать, что на клавиатуре мне неудобно и неприятно кататься по правилам. Когда сажусь за руль, беру геймпад. С ним соблюдать правила в разы удобнее. Ещё, что касательно вождения машин, чините и мойте их вовремя. Разваливающаяся машина может представлять угрозу не только для вас, но и для окружающих. Загорится она в самый неподходящий момент. И что вы будете делать? Помимо своего личного транспорта, можно пользоваться трамваями и такси. Мне спустя долгое время было прикольно снова покататься в такси. Я даже не торопил водителя. Кайфанул от поездки. Сидел, себе рассматривал рекламу и вывески. Если вы стали свидетелем чего-то нехорошего, то как нормальный законопослушный гражданин, позвоните в 911 и вызовите соответствующую службу. Кстати, о контактах в телефоне. О многих из них придётся забыть. Будем держать связь только с хорошими людьми. Если во время того, как вы хорошо себя вели, вы всё же умудрились как-то получить звезду, то тут придётся скрываться. Была бы эта сюжетка, можно было бы сдаться. Но в онлайне полицейские наглухо отбитые, и даже с одной звездой сразу будут пытаться вас убить. Про некоторую свою недвижимость придётся забыть. Подземный бункер, где изготавливается оружие. Байкерские предприятия по производству всякого запрещённого говна. База судного дня тоже довольно сомнительная локация. Клабхаус и офис как локации сами по себе нейтральные. Но в них валяются вещи, за которые к вам можно будет докопаться. Но я думаю, на этом можно закрыть глаза. И просто пользоваться этими локациями в качестве дома или гаража. Вся ваша военная футуристичная техника, баллистическое снаряжение, маленький танк, этим тоже пользоваться нельзя. Ладно, с условиями того, как стать хорошим, мы разобрались. Кататься по правилам, не убивать, не угонять машины, это хорошо. Но чем вообще заниматься? Как себя развлечь? На самом деле занятий уйма. Я даже удивился, когда собрал полный список легальных развлечений. И более того, это ещё не всё. Все занятия в игре не перечислить. GTA игра в открытом мире, и тут всегда можно придумывать новые развлекухи. Но расскажу про свой список. Во-первых, это прогулка по миру и его исследование. Если вы не занимались тем, чем занимался я в том ролике, то в игре по-любому ещё куча красивых, интересных и скрытых мест, о которых вы не знали. Попробуйте просто побродить по миру. Катание на велосипедах и изучение трюков на BMX. Ночные клубы Танцы Стриптиз-клуб Можно сходить в кино и посмотреть фильмы. Также можно посмотреть телевизор дома. Там уже показывают то, чего нет в кинотеатрах. Если хочется погонять, гоняйте. Но только там, где никого нет и соблюдая осторожность. С другом можно устроить гонку-импровизацию. Но опять же, только там, где никого нет и осторожно. А если хочется пострелять, то посетите тир. В одиночку или с другом. С другом также можно поиграть в теннис, дартс и гольф. Вот играть в гольф в GTA я обожаю. Но далеко не всем моим друзьям такое интересно. Приходится уговаривать. Можете сходить еще на армрестлинг, сломать себе нахрены пальцы и клавиатуру. Можно полетать на дроне и поделать с него фотографии. На RC бандита можно погонять. Только бомбу с машинки лучше убрать. В игровом зале есть куча всего интересного. Здесь я провел суммарно очень много времени. Кого прикалывают азартные игры, есть казино. Но меня подобное вообще не привлекает. Я в казино хожу только ради колесика. В интернете можно позалипать. Посмотреть и почитать много чего забавного. Но желательно хоть немного знать английский. Далеко не все сайты переведены на русский. Покупать одежду и создавать костюмы лично мне очень нравится. Именно поэтому у меня почти каждый новый ролик с новым костюмом. Можно слетать на пляжную вечеринку на Каю-Пирику и потусить там. Покататься на аттракционах на пирсе. Купить гидроцикл, попрыгать на волнах. Или пройти водную трассу возле пирса. Это, кстати, довольно занятно. Попробуйте пройти один круг на полной скорости, не вылетев за буйки. Домашка вам на лето. Ну и куда же без одного из моих самых любимых занятий в игре? Догадались о чем я? Фотография. Я очень многих игроков на это подсадил. И не просто так люди на это подсаживаются. Это интересно. Как видно, мирных развлечений в игре более чем хватает. И все не перечислить. Но на многие развлечения нужны деньги. И их нужно как-то зарабатывать. И вот тут уже возникают трудности. Доход игрового зала и ночного клуба. Игровой зал со всеми автоматами приносит 5000 долларов в игровые сутки. Ночной клуб может приносить 10 тысяч. Но для того, чтобы он приносил такие деньги, его нужно рекламировать. И зачастую эти рекламные миссии построены на убить, взорвать, сломать. Есть и мирные способы рекламы. Например, расклейка плакатов или полет на дирижабле. Но проблема в том, что миссии выбирать нельзя. Они выпадают рандомно. Тут либо не рекламировать клуб и получать копейки. Либо перезапускать сессию, пока не выпадет нормальная миссия. Можно играть с другом на деньги в теннис. Здесь можно делать ставки. То же самое с гонкой и импровизацией. Хороший стимул практиковаться и быть лучше. Раз в неделю можно проходить заезды на RC-бандита и получать по 100 тысяч. И по 1 тысяче за все последующие заезды. Можно проходить летную школу. За это платят. А если вы ни разу ее раньше не проходили, то за первое прохождение на золото платят довольно хорошие деньги. Если... Что? Если не собирали коллекционные предметы, то самое время этим заняться. Но это одноразовый заработок. И собрать лучше только фигурки и карты. С реквизитами и постановщиками помех нужно стрелять и убивать. Задание по парашютизму очень неплохой вид легального заработка. Битва на арене это хоть и жестокое занятие, но вполне легальное. Оно проходит на специально отведенной для этого территории и в виде телешоу. И деньги здесь хорошие, если хорошо играть. Но без увеличенных выплат много людей здесь не собрать. Последний вид легального заработка в моем списке – казино. В теории здесь можно зарабатывать. На практике я не проверял. Хотя мне кажется, это способ не заработка, а просирания денег. Как видно, жить в GTA нормальной жизнью можно, но все же игра на такое не готова. Нормальной работы нет, с заработком очень туго. Была бы в онлайне хотя бы работа таксиста, было бы гораздо проще, я считаю. И поведение ботов многое портит. Жители Лос-Сантоса – это маньяки. Им на тебя либо насрать, либо они хотят тебя убить. Несмотря на все эти недочеты, мне было приятно так поиграть. Открыть для себя эту игру с другой стороны. Со стороны обычного жителя. Но если вы играете в публичных сессиях, то просто забудьте про это. Там вы долго так не проживете. Хотя это может стать интересным челленджем. Но на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Если есть что добавить, пишите в комментариях, обсудим. Не забывайте заглядывать в описание, там много интересных ссылок. Спасибо Косте за помощь в записи некоторых моментов. И спасибо всем за просмотр. Пока! Игровой зал со всеми автоматами приносит 5 тысяч долларов в месяц. Какой, блин, месяц? Что? Приносит 5 тысяч долларов в игровые сутки. Приносит 5 тысяч долларов в месяц. Приносит 5 тысяч долларов в месяц. Приносит 5 тысяч долларов в месяц.